3, 2, 1, Егор, в эфир, эфир. Друзья, как же хорошо отмечать свой праздник в такой огромной компании. Как хорошо чувствовать вашу поддержку, несмотря на то, что уже 21 час в прямом эфире идет наш марафон. 24 часа эфирного вещания, литры выпитого кофе и тысячи улыбок, подаренных гродненцам. Городское радио МФМ 105.0 и телеканал Гродно Плюс отметили свой профессиональный праздник в прямом эфире. 7 мая грандиозное мероприятие под названием «День радио» буквально сотрясло город. Вещание началось ровно в полночь, и голоса невероятно бодрых ведущих развлекали неспящих гродненцев. Я думала, что я попробовала на радио все, оказалось, что нет, ночного эфира у меня еще не было. Сегодня был опыт впервые, но учитывая, наверное, то, что я не спала еще, в общем, уже, наверное, 28 часов, это было достаточно странно выходить в эфир ночью и говорить людям «Доброе утро» в 5 утра, говорить людям «Добрые ночи» в 3.30 и особенно звонить звездам в это время, когда они, в общем-то, еще спали, и мы их будили, и они сонными голосами пытались нас как-то поздравить с «Днем радио». На теплые слова в честь праздника не скупились группы «Джей Морс», «Без билета», «Певец Герман», «Пианист Кирилл Кедук» и многие другие. А после «Бессонной ночи» ведущие радио МФМ вышли в народ. В городе работали четыре выездные студии, где познакомиться с работой МФМовцев можно было ваучью. Первый пункт – автозаправочная станция «Газпромнефть». В таких необычных условиях впервые довелось поработать Александру Улейчику. Проект, на самом деле, грандиозен по своему устройству, потому что все-таки выездная студия – это нечто очень, я думаю, в плане техническом даже, непростая штука. И, на самом деле, со своей стороны скажу, как ведущего, было очень круто. И мне понравилось тем, что здесь, скажем так, не скучно, потому что здесь постоянно что-то кипит, где-то кто-то ездит куда-то, кто-то заходит, выходит. В свой праздник Радио МФМ щедро раздавало подарки. И любой из слушателей мог стать обладателем чего-то полезного. Одним из первых таких счастливчиков оказался Алексей Парфенюк. За подарком он приехал прямо в выездную студию. Утро начиналось не очень бодро, но этот праздник, вот я к нему тоже присоединился. Радио МФМ хочу вас поблагодарить огромное за вашу душевность, за вашу теплоту, за ваш чудеснейший плейлист, который меняется постоянно, он все время новый, он все время интересный, завораживающий. Хочу поздравить с праздником, пожелать вам дальнейшего развития, побольше слушателей, побольшего охвата диапазона, не знаю, на всю нашу республику. Без сомнения, слышать такие теплые слова приятно, но еще более отрадно, что похвала заслужена, честно заработана. Наталья Астахова радиоведущая со стажем, но раньше она тоже была бойцом невидимого фронта. А выездные студии дают возможность ближе познакомиться с работой ведущих, показать всю кухню этого сложного, но довольно веселого процесса. На самом деле мы вообще уникальный радиотелеканал Гродно Плюс и радио МФМ, потому что мы взяли, доорганизовали четыре выездные студии в городе. Такого не было никогда. Я уверена, что мы обязаны просто попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что, ну, кто такое еще мог сделать? Да, пусть мы городской телеканал или городское радио, мы маленькие, но какой у нас размах, ребята, то ли еще будет. Мы реализовали выездную студию, настоящую, воплотили ее, и сейчас каждый житель Гродно может увидеть, как на самом деле это все происходит вживую. Конечно, люди ходят бояться, но я думаю, что им очень интересно, и если посмотреть на их реакцию, они проходят, так, о, ничего себе, это студия. И это правда. Наталья трудилась в двух выездных студиях – в кафе «Старлайт» и торговом центре «Олд-Сити». Уж ее радиослушатели точно запомнили в лицо. А еще смогли познакомиться с интересными гостями, которые приходили побеседовать с ведущей. Например, дуэт с Крипачей и Дольче. Ребята не только рассказали много интересного, но и продемонстрировали свое мастерство в прямом эфире. Поздравляем вас с праздником, мы желаем вам творческих успехов, мы желаем вам большой аудитории. Мы желаем вам таких успехов, чтобы вас было всегда интересно слушать, и вот чтобы мы слушали радио не только в машине, но и дома. Чтобы вас окружали интересные люди, чтобы у вас были творческие проекты интересные. После торгового центра «Олд-Сити» выездная студия переместилась в кафе «Старлайт», где посетители смогли выпить кофе под веселые речи ведущей. И последним пунктом оказалось кафе «Колобки», где все и завершилось ровно в полночь. К тому же в течение дня радио МФМ можно было слышать не только в Гродно, но и по всей стране. Голоса ведущих звучали на волне радио с ФМ и разлетались по республике. Весь марафон — это огромный эксперимент, огромный такой экстремальный какой-то случай в нашей практике, потому что таких прямых эфиров, несмотря на то, что музыканты приходили в студию к нам и играли, несмотря на то, что мы всегда общаемся с нашими коллегами, сделать это вот так вот, объединить сначала телевидение с радио и с живым коллективом, объединить две радиостанции, одна из которых вещает на всю страну, и наш МФМ, которая вещает на нашем замечательном городе, такого, конечно, никогда не было. Кроме того, мы впервые объединили два эфира — радио и теле. Это было для нас ново, я думаю, не только для нас, в Беларуси, наверное, такого никто не делал. Ведущие радио и телестудии общались между собой, делились впечатлениями, рассказывали интересные факты о группах, а группы кавер-бенды утром один и вечером второй по часу времени в живом исполнении, исполняли свои песни и радовали как радиослушателей, так и телезрителей. И хоть многие говорят, что праздник на рабочем месте — это не праздник, грандиозное мероприятие «День радио» удалось благодаря слаженной работе команды радио МФМ 105.0, телеканала «Гродно плюс» и наших инженеров. И, конечно, при поддержке слушателей и телезрителей. Ведь все это в первую очередь для них.